Когда КАМАЗ предъявил публике электромобиль КАМА-1, многие воскликнули. Вот она, современная реинкарнация АКИ. Вот только первоначальному проекту придётся здорово трансформироваться, а может быть вообще оказаться копией китайского автомобиля. Как известно, электрический компакт КАМА-1 разработал Санкт-Петербургский политех. Однако электрическая заднеприводная трёхдверка пришлась не ко двору. Поэтому концепцию небольшой городской легковушки для такси и каршеринга пришлось полностью поменять. Фактически сейчас стоит задача создать совсем другую — переднеприводную машину. Кроме того, модель станет на метр длиннее, а также обзаведётся более мощным мотором и ёмким аккумулятором. Дверей будет пять вместо трёх. Под легковую модель создадут новое производство за пределами основных мощностей КАМАЗа. Для выпуска электромобилей на территории грузового автогиганта нет ни лишних мощностей, ни дополнительного персонала. Предположим, что челнимцы обратят внимание на собственный завод микролитражных автомобилей, некогда выпускавший АКУ. А последние три года — простаивающий после ухода Форда Фиесты и Экоспорта. Притом начать сборку КАМА планируется не позднее 2025 года. Это рекордно короткий срок, в который даже купив готовую силовую установку, уложиться почти невозможно. Если, конечно, не схитрить. Как сообщает российская газета, в набережных челнах раздумывают над тем, чтобы взять за основу китайский СИХАО И-10Х. Его выпускает совместное предприятие «Джак Фольксваген», а с «Джаком» российский производитель грузовиков, как известно, дружит. Так, новый КАМАЗовский среднетонажник под названием «Компас» по факту представляет собой перелицованный бескапотник марки «Джак». В ближайшее время КАМАЗ начнёт сварку и сборку джаковских кабин, а также расширит гамму новыми версиями. Что касается легковушки СИХАО, то она представляет собой компактную пятидверку сантиметров на 15 длиннее Матиза. В Китае для неё предлагаются моторы на 40 и 60 сил, а также три варианта аккумуляторов. На одной зарядке китайский малыш может преодолеть от 150 до 300 километров. Притом, стартовая цена модели — вполне приемлемые полмиллиона российских рублей. Самое то, чтобы стать народным автомобилем. В любом случае, КАМАЗ хочет выпускать легковой электромобиль не только для российского, но и для европейского рынка. Для этого на территории Венгрии планируется основать заводик мощностью 30 тысяч машин ежегодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова